МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ШАБАТ-ШАЛОМ! ШАБАТ-ШАЛОМ! Так что, кто хочет живого архиепископа поближе посмотреть, может, и поближе сесть. Есть места еще. Да, я передаю привет сразу от моей семьи. Я архиепископ, да, но я не монах. И монахом никогда не был. Я реформатор. И супруга, и дети, и внуки смотрели сейчас мою трансляцию. Да, и передавали огромный привет. Так что вам привет от моей супруги, от наших шестерых детей, двух внуков и трех котов. От всех огромный привет. Все смотрели, все рады. И от нашей церкви, с Киева, большой привет от наших братьев, сестер. Также с Румынии, с Грузии, Белоруссии, России, с разных мест, с разных стран. Православное обновленческое движение, реформаторское движение, оно пока небольшое, но довольно-таки география уже большая. Вот, также с Израиля, привет. Один из наших служителей сейчас там трудится, да, в Бат-Яме. Так что, если в Бат-Яме кто есть, можете сказать, очень вкусные хинкали. Да, такой небольшой свой бизнес. И служение там же. Вот, и, дамы и господа, братья и сестры, служение реформаторское, православное служение. Вчера я свидетельствовал немного, говорил о том пути с Господом. Я очень благодарен Ему за, да, уже почти 40 лет нашего знакомства и общения, и пути этого земного с Ним и в Нем. И я очень Богу благодарен за это. Очень и очень признателен. И сегодня в собрании этом святом хочу Бога поблагодарить за все. Творца неба и земли всего видимого и невидимого. И я в таком волнении сегодня также хочу свидетельствовать и, знаете, и молиться такой молитвой, молитвой примирения, молитвой особенной. Я думаю, что предпуримно очень в это время подготовки к празднику, когда умножается радость, действительно, вот внутри ощущаешь с каждым днем в этом месяце Адар. Вспоминаешь о том былом пуриме, размышляешь о других пуримах, катан-пуримы еще называют, малыми пуримами такими, которые были в истории, о тех маленьких пуримах, но которые были в наших судьбах, в наших семьях. И, знаете ли, волнение такое просто внутреннее, огромное благодарность к Богу. Да, у нас был внук, но вот в это месяце Адаре родилась внучка. Аллилуйя! Ей еще несколько дней всего от рождения. И, знаете, я нарек ей имя Адар, а второе имя Гадаса. Адар Адаса. Вот. И Адар, я давно молился, вот, и верил, что нам Бог даст девочку родить в этом месяце Адаре. Вот. Но Бог дал внучку в месяце Адаре. И вот это имя, оно у меня было давно в сердце. И окончательное решение, чтобы именно это имя было ее, было у меня немного чуть раньше, когда возле Шхемских ворот в Иерусалиме погибла одна юная девушка, боец Макава Адар. 19 лет было всего девчонки, она была смертельно ранена террористами, предотвратила теракт крупный, и уже будучи умирающей, смогла убить террористов, выстрелить. Вот. И потом, я когда, я перечитывал и смотрел фотографии, я сказал, что будет девочка, я назову ее Адар. А второе имя Адаса, как раз имя Адисфии, то имя, которое благословен Бог наш, настоящее имя. Она же Адаса, конечно, она же царица. Вот. Но она Адаса. И, друзья, я хочу сегодня тоже свидетельствовать. Наш Машиах, он есть действительно свет просвещения всех народов. И он есть слава народу своего Израиля. Когда он был еще совсем маленький, его принесли к храму. И он правит на себе, он, да, как мы говорим, Шимон Цадик, он провозгласил слова эти Духом Святым, что маленький этот мальчик, тогда еще только родившийся, он станет светом к просвещению всех народов. И он станет славой народа своего Израиля. Дамы и господа, братья и сестры, Иисус Христос и Шума Шер, он действительно в эти два тысячелетия первая часть пророчества, она фактически исполнилась. Он стал светом, действительно светом, просвещающим все народы. Иоанн пишет о нем в Евангелии, что он есть свет, просвещающий всякого человека, приходящего в этот мир. всякого человека, приходящего в этот мир. И он есть слава народа своего Израиля. Вот эта вторая часть этого пророчества, она исполняется на наших глазах. исполняется в таком мессианском пробуждении, исполняется в таком небывалом, неслыханном прежде в истории христианства интересе к еврейским корням, к традициям, в интересе к истокам веры. Это потрясающе. Это великая честь жить в это время. Великая честь пред Богом. Само время это Его творение. Временное само это измерение это тоже Его творение, которое имеет начало и будет иметь конец. И знаете, Он мог бы нас разбросать по временам в разные эпохи. Мы могли бы жить и не пересечься совершенно. Мы могли бы пересекаться с другими людьми, с другими душами. Но Он нас поместил в это время. В это время, когда космические корабли бороздят просторы Вселенной. В эти дни, когда знаете ли, Слово Божье проповедуется так, как никогда раньше в истории. За все эти тысячелетия, почти 6 тысяч лет, не было такого никогда. Сегодня, разве что лениво, не читая Библию, сегодня на любых языках, на речиях, пожалуйста, на свои гаджеты поможем сказать. Если бы понаскачивал в Библии здесь разных переводов, мыслимых, немыслимых, на всякий случай, пусть будет пригодиться. В хозяйстве все пригодится. И часто это не пригождается. Бывает, что где-то там летишь, допустим, и попутчик или попутчится, да, но с самолетом никуда не сойдешь, никуда не выйдешь. Вот, да, телефон просто выключить или беззвучный режим сделать, беззвучный режим. Как в Израиле, Минрэ помолился там, да, мессианский. Достанем телефон, давайте и помолимся. Я так растерялся немного. Ну, тоже достал, на всякий случай, мало ли. Там в Израиле ничему не удивляешься, там везде чудо. Да, чудо погоняет. Я тоже достал телефон, может, мало ли, может, есть прямая связь без робинга. Я не знаю. Да, помогите нам, братья и сестры, рядышем. Вот, и, знаете, интересно, что он, а, и он помолился так, благословен Бог наш, давший нам мобильную связь и побелевший ее отключать во время служения. И все нажали, чик, так, чтобы молитва подействовала. Да, помогите, да, слава Богу. и, мы тоже, хорошее возначение такое. Вот, и мы хотим в Цербии, пока у нас нет своего здания в Киеве, помещение мы арендуем, будет свое здание, хотим такую глушин, глушин небольшой приобрести, недорогую, И чтобы, приходя в собрание, вообще, как бы, человек, он был вне зоны досяжности, чтобы он просто не волновался или переживал ни о чем, значит, и вообще не отвлекался ни на что, чтобы просто мог обращаться к Богу и все, без всякой связи. И не важно, ты простой, смертный или непростой, смертный. Вот, и знаете, друзья, я благодарен Богу, что мы живем в то время, когда восстанавливается Царство Израиля, восстанавливается то, о чем говорили пророки. Когда ученики прощались с Иешуа, он сказал им, что не ваше дело времени это знать. Он не стал их расстраивать, потому что, я не знаю, как они реагировали бы, наверное, очень тяжело, если бы он им рассказал все, как будет. Порой блаженно даже и не знать многое, что в будущем. Знаете ли, наше дело делать в любую эпоху Божью работу, Божье дело. Но в 20-м столетии, после самой кромешной тьмы, после того, что называют Холокостом, в еврейской традиции мы это называем шоа, трагедия, произошедшая во время Второй мировой войны, после самой этой мрачной ночи, когда 6 миллионов звезд погасли, наступил рассвет. Неожиданно, после самой глубокой тьмы, наступил неожиданно рассвет. Нового дня. И это было чудо. Люди интуитивно, порой, тянулись к своей земле, которой они не знали, но которую чувствовали, ощущали, всеми фибрами души своей. И 14 мая 48-го года Бангарион зачитал Декларацию независимости Израиля. Это чудо, которое Бог совершил. Это Пурин, который совершился. Знаете, друзья, это чудо еще чудеснее, потому что оно совершилось руками, как правило, людей нерелигиозных совершенно, далеких от религии, от традиции еврейской, христианской, любой другой. От этого чуда это становится еще более чудесным, что Бог совершает руками любого человека свои великие деяния. И прошло немного лет, и в 67-м году, во время войны, еще одно чудо произошло. Одно из самых важнейших, второе по значимости своей чудо – геополитическое 20-го столетия. Первое – это восстановление Израиля, начало возрождения Израиля как государства. А второе – это что Иерусалим снова наш. Иерусалим снова еврейский город. Иерусалим снова столица еврейского государства. И вот эти два чуда, они действительно очень о многом говорят. Они произошли, кстати, оба чуда произошли в одном месяце, ну, в библейском исчислении, имею в виду. В месяце Ияр, месяц Ияр, месяц без праздников, который между, получается, Симаном и Нисаном. Но мудрецы в древности еще говорили, цартики древние говорили еврейские, что месяц Ияр, хотя он месяц без праздников, но во времена Машеха он станет месяцем праздничным. Мудрецы ломали голову порой, а что же это будут за праздники? Интересно, какие праздники произойдут, что произойдет, что станет началом этих празднеств? Сегодня мы уже знаем, что это действительно чудо, это действительно так. И в месяце Ияре произошли два самых важных геополитических чуда 20-го столетия. Сегодня месяц Ияр – это очень праздничный месяц, насыщенный, но в ближайшие годы он станет еще более ярким. Братья, сестры, дорогие друзья, и как в той песне поется, что действительно в сердце не угаснет. Эта песня стала гимном Израиля, до сегодня, кстати, да. Хотя сейчас вопросы поднимаются, пересмотр нового гимна. Идея уже брошена, давно уже брошена. Но до сих пор эта песня, она звучит как именно гимн Израиля, гимн сианистов. Я как сианист эту песню часто пою. И как гимн, и как молитву. ПЕСНЯ 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 В Иерусалиме. Будем снова народом и свободным на Сионе, в Иерусалиме. И я однажды был в Израиле давно и с туристической такой группой. Нам за неделю показали, что могли показать. Много показали. И, знаете, но самое незабываемое с той поездки у меня был эпизод возле стены плача. Было то, что произошло возле стены плача. Мы подходили все вместе, а потом нас поселили в гостинице недалеко. И можно было пройтись снова туда уже самостоятельно. И я воспользовался этим. И там было много молящихся людей. И я был в Лясину, в Белой Лясину. И прикрыл крест. И пришел к стене. Я подходил к стене. И это было удивительно. Чем ближе подходил... Знаете, это как какой-то небесный портал. Я не знаю, как объяснить даже, что произошло. Но вот расскажу то, что я могу рассказать. Чем ближе подходил... Знаете, от меня как будто бы... Вот от сих пор где-то кусочек как будто бы какой-то оторвался, не оторвался, или не знаю. Но отошел. Не больно, но очень приятно даже это. Отошел. Я не вижу это физически, но он реально ощутимо отошел к меня. И чем ближе приближается, он очень быстрее приближается туда к стене. И туда прям чик и встал. Вот знаете, как вот эти пазлы собираешь. И такое ощущение, что вот этот кусочек, он прям там и был вообще. Он прям вот настолько... Это я не видел физическими глазами, но ощутимо было настолько вот это духовное, вот это переживание, что вот как будто бы видел глазами. Но не глазами. Это физически я этого не видел, но это было потрясающе. И хотя я этого лишился, этот кусочек как бы... Притом я даже не думал об этом совершенно. Но он там и остался. Так интересно. И вот возле стены молился. Потом отошел, стоял в стороне уже, подальше, поодальше. Но я понимал, что внутри меня нет кусочки какого-то. Думаю, ну ладно, может это показалось. Я не знаю как. В гостинице поспали утром, экскурсии. Мы на экскурсии куда-то ездили? А, к Мертвому морю туда. И знаете ли, мы там ходим, нам все показывают. Хорошо. Но я чувствую, что кусочка у меня нет. Думаю, это не просто показалось вчера. Интересно. А где он? Он там. Надо же, так интересно. Потом был уже в Ангарион уже. Другой день уже, значит, уже и уже вылет уже с Израиля. А я и на другой день тоже чувствую, что кусочка во мне нет этого. Ну так приятно, что его нет, что он там. Потом вылетели уже, улетаем. Я вот прощаюсь с Израилем, но я понимаю, что кусочек меня там. Ой, это так приятно было. Так неожиданно. Я не знал, как это потом рассказать у себя в церкви. Приехал, вернулся с Израиля без кусочка. Вот. Притом это был очень такой важный кусочек, я так понимаю. Вот. Сейчас я уже эти годы прошли. Достаточно уже, достаточно много, но... Сок уже лет 15. Но я, понимаете ли, я понимаю, что часть меня там, всегда, в этой молитве с Израилем. Там, в этой стене плача, там, среди молитвенников. И, знаете, это вот очень приятно. Пред Богом, говорю, это очень приятно. Вот. И неожиданно, я, честно говоря, не слышал таких свидетельств, но вот, ну, за что купил, за то продал, рассказал вам. И, друзья, то, что произошло и происходит сейчас, восстановление Израиля, это великое чудо. Величайшее чудо. Дамы и господа. И расскажу сегодня еще одно свидетельство. Вот. Своё. Даже в самые темные ночи есть свет. Есть свет. И, как бы ни было темно, нам, верующим порой, есть свет, который просвещает всякую тьму на самом деле. И я вчера рассказывал, как вот тогда, да, уже, самому не верится, уже почти 40 лет назад, вот это чудо произошло, встреча с ним, моя бармитства, такая была сверхъестественная, когда он стал моим отцом. Я вчера рассказал, что во сне научился с ним разговаривать, значит, не выходя из тела, не умирая, без экстрима, можно просто с ним говорить. Это был первый сон. А второй сон, который я упомянул вчера, он мне рассказал, он был удивителен. В этом сне я узнал и обратился впервые прямо во сне к нему, к Богу, как к своему отцу. Я проснулся в таком стрессе, это не передать. Мне еще не полно в 13, и я вырос в семье, но полной семье. У нас и мама, и папа, все хорошо, понимаете ли, но я никогда в жизни не думал, что у меня есть другой отец. Это потрясающе, хотя я был и напуган, и удивлен, и восхищен одновременно. Это удивительная история. И ранним утром тоже засветло еще, засветло. Я обращаюсь к нему, я снова обратился к нему, как к Богу, и я впервые назвал его своим отцом. Во сне я называл его папа и папочка. Но я, я же сказал папа вначале, потом отец, потом... Думаю, как-то странно, если сейчас родители меня услышали, что я кого-то, во-первых, говорю с невидимым, кого я не вижу, во-вторых, я его называю своим отцом, это... Я сам, ну, мне это было очень тяжело, это перешагнуть через себя, но я это сделал. И я, как во сне, я это сделал. Я это назвал его своим отцом, назвал своим папой. И стало очень мне многое понятно в жизни. В Бармицу, да, или Батмицу, самое основное, конечно, вот, великое самое, что человек, мальчик, девочка, который доверен родителям, да, мы их воспитываем, мы заботимся о них. Всю, всю нашу жизнь. Сколько им не было бы лет. Но, знаете, постепенно взрослея они, даже всех их неверующих далеко, нерелигиозных абсолютно людей, в этом возрасте у многих проявляется бунт. Многие психологи над этим бьются, как же помочь людям. Многие родители порой недумевают, заламывают руки, как быть с детьми, не знают. А на самом деле это просто заложено в человеке, не то, что родители плохие, просто заложено в человеке, что есть у него другой родитель. Есть у него, и если в 12 лет не показать правду, этот бунт может далеко зайти вообще. Интуитивно человек, любой нормальный человек понимает, что у него есть родитель, у него есть мама, папа, у него есть, что родители земные, они, даже если он не знает ничего, никакой теории о Боге, я это знаю лично просто, не понаслышке. Если человеку не дать понять, что действительно, в этот момент как раз, вот 12-13, как раз именно в это время, я по своим детям это смотрел каждый раз. У нас шестеро детей, Бог нам дал троих мальчиков, троих девочек. Я каждый раз, когда приближались они к этому возрасту, каждый из них я особенно переживал. Я им снова и снова рассказывал о моей встрече с Богом, о том, как у меня это произошло, как я умер тогда, как я потом воскрес, и как в этот промежуток короткий времени я... На земле не так много прошло, некоторые минуты, а в вечности я... там другое измерение совершенно. Пережил очень многое. Он действительно очень любящий, очень хороший. Очень хороший. Мне нравится, как американцы говорят, God is good, all the time. Значит, все, он хороший всегда, God is good. Бог благий, Бог всякчас, да? God is good. Вот, и это прекрасно. И поэтому я когда размышлял уже и над тем, что в жизни Иисуса произошло, да, Он приближался тоже к тому периоду времени, к 13 годам время уже шло, ему было 12 с половиной, получается, потому что исторически Ишо родился чуть раньше, чем это принято считать на 3 с половиной, получается, года. Хотя обычно о Рождестве Христа принято говорить в культуре христианской в декабре, в январе. И это, ну, по-своему очень красивая культура. Я бываю в разных собраниях, в разных церквях, проповедую на эту тему, рассказываю, даже в мечетях эту тему пару раз рассказывал. Как раз к Лисмас Тайм попадал, меня приглашали, ну, как татарина. То есть у меня есть своя фишка такая, как называть это или как-то еще. Да, значит, давали мне слово, вот, и в Карачаево-Черкесии, и в Татарстане, где моя родня, большая мусульманская родня. Вот, по матери Татарин, да, по отцу еврей. Вот, как бы, поэтому мне очень близка и мусульманская культура, и иудейская культура очень близка, вот. Вот, но и в той, и в другой культуре я, мне очень близка русская культура, но в хорошем смысле слова, не то, что называется сейчас русским миром, это никакое отношение не имеет к русской культуре. Вот, но, знаете, действительно, я проповедовал, да, в Христе рождение Машеха, или рождение Масиха, Иссы, и люди слушали, принимали. Даже пару раз в мечети пел даже эти, украинские народные песни, эти, да, рождественские. Они прекрасны вообще, при том, в каждом куплете там порой такая глубина, богословие. Особенно мне нравятся вот эти вот... Я же первый раз в Украину приехал, Украина стала моей второй родиной. Я родился, вырос в России. В 97-м году, в конце 97-го, приехал в Украину. Украина стала моей второй родиной, где как реформатор я состоялся, вот, как служитель уже реформаторской такой православной церкви. И я приехал как раз, время такое было, декабрь, ну, ближе к Рождеству уже как раз, по приглашению к католической церкви приехал, и приехал... Первый город, куда я приехал, это был Львов. Миста Лэва, да. Да, интересно. Да, прямо в логов бандаревцев. Угодил. Да. И, в общем-то, самое интересное было... Я приехал по приглашению Любомира Гузера, тогда помощника кардинала в Грино-католической церкви. Ну, как приглашение, это сказано. Значит, просто с Минска апостольский визитатор Сергий Ужгай, он порекомендовал меня, значит, во Львов, и с Львова, вот, в канцелярии епископа ответили приглашением. Вот, я приехал во Львов. Я на тот момент уже больше года был вне официальной русской православной церкви, я вышел уже тогда. Вот, и общался с протестантами, и с католиками общался. Даже... Ну, ладно, это уже там другая тема. И вот, и приехал во Львов, вот, и... А мне порекомендовали пройтись как раз утром, поезд пришел так хорошо, я прошелся по этим мощеным улочкам, красота, вот, до собора Юра, вот, значит, и люди здороваются, а я, значит, в рясе с крестом на груди, такой у меня железный крест такой металличный, и я иду, значит, а люди здороваются. Слава Иисусу Христу! Слава Иисусу Христу! Я думаю, вот это да. Интересно, я говорю, здрасте. Здрасте. Никогда отец Сергея не был так ближе к провалу. Да, даже полочащийся сзади парашют не выдавал мне так, как здрасте. Одним словом, спалился. Одна бабушка меня пожалела. Она видит, что я как бы так молодой, неопытный. Отозвал меня бабушек, можно вас? Я говорю, пожалуйста, что-то такое. Я говорю, я вижу, вы невестная кровь. Как вы говорите? Ну, наши люди не здороваются так. Они говорят, надо отвечать, слава навеки Богу Святому. Там слава Богу. Думаю, что, спасибо, буду знать, исправлюсь. Мне так понравилось. Думаю, надо же, здорово. Да что бы я так живу вообще? Утром, за место здрасте, слава Иисусу Христу. И в ответ, там, навеки слава Богу Святому. Думаю, вот это да. Здорово, думаю, вот так бы вот везде бы. И чтобы не по утрам не мыть, не кинешь, что-то еще. А слава Иисусу Христу. Аминь. Вот, но понимаю, что даже не все, конечно, имели в виду именно это. Потому что там вижу, там сигаретки, где-то с пивом, на штуках, которые говорят, слава Иисусу Христу. Ну, ладно, понятно. У них своя вера, свое понимание. Вот, но мне так понравилось вообще. И две недели жил у Любовирая, кузера, в гостях. Не давал покоя старику. Он тогда уже был человек немолодой. вот, расспросами. И через Любовира, через его вот сердце, через его душу, я влюбил Украину. Вот, за две недели я влюбился в Украину тогда. Именно через него. Знаете, вот, это очень интересная история была для меня. Я не знаю, если бы не Любовир, я, наверное, бы просто, ну, побыл бы здесь немного, и вернулся бы, и все, и как бы не думал бы никогда об Украине. Но вот Бог так дал в жизни такое знакомство. И пелись песни эти рождественские. Как раз я видел в гостелы, там пелись песни. Мне так не понравились. Но в городе стало, яка в небе бувала, На дверте Богом зірка ясна, світло засяла. На дверте Богом зірка ясна, світло засяла. Где Христово сродився, з діви поплотився, Як людина пеленками в води відповився. Там другие еще песни были, еще. Особенно вот это. Вихлый день и днесь моя пречиста, Породила у вертепи нам Христа. Слава, о вишній Богу, слава, о вишній Богу, И мир всім на землі. Вообще, ну это прекрасная песня, вообще, говорящая о Рождестве. Ну хотя исторически Иисус родился, понятно, не в декабре, не в январе, По-нашему, получается, в сентябре. Вот, тишлей, месяц тишлей. Исторически именно вот так получается. Но, дамы и господа, самое главное, самое основное, даже не в этом, А самое основное, чтобы Христос Иисус, да, Ишуа, Чтобы Он рождался в сердцах людских и царствовал в нас, верующих. Это самое основное, самое великое. Потому что без этого. Но Он есть действительно свет, просвещающий всех народу. Все народы. Сегодня все народы, так или иначе, просвещены этим светом. Слово Его удивительно. А ведь Он говорил об этом, слушайте, Он пророчествовал, Что при Девопришествии будут, конечно, там и плохие знамения, Многие очень даже страшные, они тоже исполняются. Но будут и хорошие. И самое хорошее, то, что Его Слово будет везде проповедовано. А сегодня, друзья, во всемирной паутине, да, Вот это просто невероятно. Все языки мира фактически. Слово Божье звучит. Хочешь, слушай его. Хочешь, читай. Смотри вообще. Как хочешь. Да. Во свидетельство всем народу. Действительно, это так. И это великая честь, я говорю, жить именно в это время, в эту эпоху. И вот по поводу света, я хочу об этом рассказать. Я видел видение. Ну, это два раза в моей жизни было видение. Физическими глазами, я имею в виду, видение. Вот, первый раз это было в таком, тоже в экстремальных условиях. В очень экстремальных условиях. Это было в Советской армии еще. В Советской армии в 80-е годы я служил в Подмосковье. И с военкомата кто-то записал, видимо, со слов ребят, тоже художников. Мы от художественного училища как раз ребята отправлялись в армию. Вот. Кто-то записал верующий. Вот. Ну, я приходил в храм. Там, ну, я мало, честно говоря, так трудился в храме. Больше рассказывал ребятам о Христе, о Боге, из Евангелия рассказывал. Притчи Христа очень любил рассказывать. Я жил этим словом. И, кстати, один из ребят, спустя ровно 30 лет после наших вот этих бесед, он стал верующим человеком. Дима из Липецка. Очень хороший художник. Мы вместе учились в Орловском училище художественном. И он рассказал, интересно, что, вот, представьте, мы, говорит, 30 лет не виделись. И вот за эти годы я о тебе вообще особенно не думал. И то, что ты рассказывал, ну, это не вспоминалось. Но, представьте, сильно было посеяно. Я, говорит, ну, он слушал, с вниманием слушал. Хотя я, в основном, другим ребятам рассказывал. Но он тоже был обычно в нашей компании, слушал. Вот. И, знаете, интересно, что спустя ровно 30 лет, после очередной пьянки-гулянки, когда он, ну, бедный художник, знаете ли, ну, не потому, что там миллион роз купил, а потому, что все пропил, вообще. Вот. Знаете ли, и, ну, своя история. Вот, значит, и ничего нету вообще. Шаром покатили. И даже опохмелиться нельзя. Он пришел там, значит, в этот, к одному, ну, для халтуры. Потому, что-то хоть, что-то подзаработать ему копейку. И там отказали вообще. И, представьте, в такой ситуации вдруг все стал вспоминать. Вдруг, само собой, все стало вспоминаться. Все притчи. Он даже не вещи такие стал рассказывать мне потом. Я думаю, это точно рассказывал? Да. Я это помню. Я помню вот это, да, думаю. Я, неусловно, покаялся. Там же, в Липецке, в одной из писательских церквей, нерегистрированного братства, покаялся. И как раз с похоронного бюро, где он там халтуру какую-то получал, как художник, значит, то он оказался один из этой специальнической церкви. И он как раз пригласил его как раз в церковь. И он пришел, и все. И сейчас он уже несколько лет уже там уже. И проповедует теперь слово там. Вот. И мы с ним встречались. Я у них был в церкви, там, Липецке, он проповедовал. Вот. И, знаете ли, я вижу, что действительно Божий человек, Бог спас его. Но сейчас я о другом хочу. Я еще почему это рассказал? Что сейте слово Божье. Даже если вы не видите, что это взросло. Даже если не увидите, все равно сейте. Вот в сердце у этого Димы, да, у него 30 лет сидело это семя внутри. И оно никак, ни ему, ни окружающим не давало о себе знать. Представляете? Где-то в подсознании сидело это слово. И затем оно проросло. И поливающий, и насаждающий, честно, ничто, а все, кто? Бог, Бог, взращивающий, возвращающий, дающий жизнь всему. И мы им живем, и движемся, и существуем, дамы и господа, братья и сестры. И я расскажу то, что видел введение. Я служил в Москве два года. Первых полтора года милослужба у меня очень хорошая. Ну, в смысле, простая довольно. Последние полгода была очень сложная служба. Первый срок службы, полтора года первых, был офицер охородный и другие офицеры, которые мне так вот, ну, как бы покровительствовали, будем так говорить. Сейчас я уже понимаю, кстати, офицер мой охородный, командир был с Украины, западной Украины. Сейчас я уже понимаю, он коммунист, партийный офицер, понятно, да. Но у него, я так понимаю, где-то внутри глубоко была вера. Он что-то понял, знал, видимо. Потому что по любому поводу меня отпускал в церковь. И часто бывало так, ну, полтора года службы, фактически каждую субботу вечер, воскресенье утром я был в церкви. Вот, это о многом говорит, да. И за это время я и читал, и пел на клиросе, там, у священника. Порой в гражданку переодевался, а порой просто в форме приходил на клиросе, пел, там, читал. Продолжалась моя практика. Я обучений в семинаре целый год. Я имел возможность у отца Иоанна Подошинского, там, настоятель этого храма, вот, проходить этот курс обучения. Удивительно, конечно, было. Вот, и... Ну, последние полгода стало очень сложно. Новый рот и командир из таких молодых офицеров. Вот, и... Ну, кто служил офицерами, если есть офицеры бывшие, то слышали, наверное, в Союзе была в Советском такая школа высшие офицерские курсы, выстрел имени Шапошникова. Вот, в Подмосковье, в Солнечногорске. Вот, я там служил полк обеспечения учебного процесса. И, знаете, интересно, что там у нас было больше полковников, чем рядовых, понятное дело, на курсах. Там только успеваешь, только вот так вот ругают, честь отдавать. Да, с утра до вечера. Вот, значит, и... Ну, целые батальоны полковников, представьте, целые батальоны там, значит, ну, старших офицеров. Подполковников реже, в основном полковники были. Вот, пять было минералов постоянных. Вот, генерал-полковник наш был, собственно, руководитель. Как можно так выразиться? Вот, и этих курсов. И у нас там были офицеры, некоторые блатные такие офицеры, чьи родители там где-то в ЦК КПСС сидели, где-то там, где-то в обкомах и прочее. И вот мой родный новый командир, он из плотных как раз пришел. Его отец был командующим военным округом, одним словом, генерал-полковник. Он старший лейтенант, а отец его генерал-полковник. Значит, и фамилия ему слишком известная, вот. Но дело не в этом даже. Значит, и отец его приезжал, отец его был прокурором тогда по Московской области, главным прокурором. То есть, ну, как бы фишка такая, серьезная. О многом говорили, если министр обороны, даже приезжавший к нам, часто довольно, вот. Старший лейтенант подходил к нему и, вот так, по отчеству, просто даже без имени. Это о многом говорили, конечно, понимаете. Вот, и этот старший лейтенант, он сразу показал, что он блатной. Приехал в пентагоновской шапке такой, фуражки, крокодиловые сапоги, бриллиантовая заколочка с плеточкой. То есть, вообще, то есть, образ совершенно, надо отдыхать, надо в ужасе, в общем. Вот, знаете ли, я Амана такого представлял себе. Вот, и, ну, он был такой, да. Вот, и, когда он пришел в расположение роты, рота была построена, и прямо от тумбочки он кричит, Журавлев ко мне, невзгодных, никому. Ну, я простой солдат, вообще, рядовой. Все аж там переменуют. Откуда, может, родня какая, неожиданная такая. Я так в ужасе, короче, к нему подхожу. Он на меня смотрит. Я по взгляду понял, все, моя служба будет очень сложной. Ну, как Ленин на буржуазию, знаете, вот так вот, да, испепеляющим взглядом. Вот. И, ну, ладно. И на самом деле, на второй день я уже был впервые в своей жизни на гаупахте. Даже уж не помню, по какому поводу первый раз. Вот. А потом началась моя служба такая, последних вот этих полгода, в основном на гаупахте, и чаще всего в канцере. Вот. Значит, сутки, двое, трое, потом сутки гуляю, и обычно снова туда. Вот. То есть я вроде и не попадал, фактически, в расположение роты. Все время на гаупахте, и это было вообще ужасно. Попадаю на сутки, потом добавляю там же, не выходя от, допустим, ну, от того, от того, со штаба полка даже добавляю. Короче, и выхожу только через неделю, через две, бывало даже. То есть всякое было. То есть полгода просидел в основном там. Вот. Или же на полигоне, на самую грязную работу, на полигон, то есть вообще это ужасное было место у нас там. Ну, ладно. И каждый раз живым возвращался с полигона. Для него это было просто страшно. А на самом деле там была подстава в несколько раз, что я не должен был вернуться живым. А я возвращался живым. Вот. И... А его это вместило еще больше. А я не знал вначале почему он так вот на меня взъелся с первого же дня. А... Ну, у меня были... У меня свое КГБ было. Свои ребята были в штабе полка, в Кисаре. Вот. И они мне рассказали такую историю. Слушай, когда начальник штаба вот этого старшего лейтенанта вашего там, командира роты, с ним общался, то ребята слышали их разговоры. Вот. И мне передали. Первый раз еще, когда он был только в полк приехал, он сказал, начальник штаба, что рота образцовая, даем тебе роту образцовую вообще в полку. Но, но, говорит, там есть одна паршива овца, которая все сразу портит. И имел в виду, самое интересное, меня. Я не знал этого до конца, почему именно. Ребята это могли только лишь передать, только что они услышали. А через некоторые годы, прошло несколько, некоторые годы еще обмотать, уже в девяносто первом году, уже не было, а уже, еще было, кстати, последние месяцы. Я уже служил священником в Рязани. И случайно встречаюсь с бывшим прапорщиком этого полка, секретной части полка, прапорщик, который меня в свое время постоянно хотел взять. Из-за того, что там не пьет, не курит, там, значит, там, самого переходят, значит, все, подходящая личность. А, говорит, себя за начальник штаба тут же забраковал, почему, ты что тут, козла в огород. Это же верующий, там на личном деле написано верующий, все. Это как бельмо было. И, знаете, расскажу, как было само это ведение, как вообще, что произошло. Дошло все до того, это противостояние. А там получилось так, что в полку, именно в полку обеспечения процесса учебного, ну, многих офицеров, многих очень, я снабдил там новыми заветами. Тогда, в 80-е годы, достать новый завет было очень сложно. Вот, значит, и по тем временам там от 25 до 50 рублей, это были большие деньги. Да и не доставишь нигде. Вот, я через отца Иоанна нашего, вот этого настоятеля, куда я ходил, я доставал эти новые заветы. Вот, и каждый раз, вот, приходя в часть или на курсы порой, на курсах тоже, кстати, там подрубную работу-то повел такую, просветительскую. Но реже, реже. Там другие совсем правила были. А в полку было попроще, конечно. Вот, значит, и, знаете, многие офицеры меня вызывали, ну, как художника. Я единственный художник был, который на постянку не попал, потому что верующий. Но вызывать вызывали, там, только комнату Ленинскую, там, надо что-то там подкрасить, там, что-то подмазать, там, то, там, еще что-то. Вот, и вызывали меня, вроде как бы на работу, на день, допустим, да? Ну, я уже знал, что сейчас начнется. Вопросы, один, другой вопрос. И не просто, как особисты расспрашивают, а вот имена, вот, действительно, по-хорошему спрашивают. Имена, вот, им интересно узнать о вере, о Боге. Я им рассказывал тоже. Потом что-то в жалах Новыми Заветами. Прямо в Ленинской комнате у нас была такая ямочная комната. Вот. Интересно, как было. Один там был майор такой, с такой странной фамилией, такой Бардады. Вот, он все, меня вызывал несколько раз, а потом, все, я завершал беседу и говорил, ну, скажи, Журавлев, вот, на самом деле, правда, вот, рай, ад, вот, что, суд Божий. Я говорю, ну, товарищ, мне говорю, ну, правда, конечно. Эх, черт, у меня такие проблемы, говорит, вообще. Ну, такие. Он каждый раз заканчивал беседу вот такие. Эх, черт, у меня такие проблемы, говорит. Ну, ладно. Вот, ну, хотя, черт. Ее-багнадо. Уже отказался. Ну, и, конечно, да. И, знаете ли. Вот. И, знаете, друзья, когда когда был офицер у нас, да, вот у меня, на галубах, кто постоянно, И последний раз настолько вот это противостояние уже было, видимо, серьезно, духовное, что он в очередной раз перед, на построении роты, ну, поглялся уже, короче, даже уже все, что ты у меня быть, а все уже стали уже на дембель уже, уходить уже, вот, что ты у меня вообще, дембель у тебя не будет вообще, ты пойдешь в этот, как его, в дезбат. Дезбат, вот, дезбат, да. Значит, и, в общем-то, на самом деле меня отдал по автору и сказали уже не буду выпускать уже оттуда, уже потом будут только в дезбат меня отправлять, на полтора года минимум, а начальник дезбата этой московской области был его родной дядя, вот. Вот. И мне передали, когда наша рота в корол заступила, писарь наш передал мне от него информацию, последнее слово его передал, такое, что, значит, что живым-то оттуда не вернешься, дембель будет ногами вперед у тебя. Вот. Но, и он мне, между прочим, сказал, что да, вот, они там делали каким-то ребятам дембель такой ногами вперед, ну, обычно как вешали, и потом записывали на самоубийство. Ну, в общем-то, из армии списать легко, а из дезбата еще проще намного человека списать. Вот, значит, и не хотелось так дембель ногами вперед, знаете ли, молодой еще совсем, ну, туда еще, жить не шил, и... Ну, ладно. И сколько будут в этом карцере, неизвестно. Сутки, двое, трое суток, неделя, вторая, третья. Последний раз в карцере, кто был в карцере когда-то, те понимают, о чем я говорю. Это мужуткое место, честно говоря. Очень жуткое место. У нас были ребята с Кантемировской, с Томанской дивизии, офицеры приезжали, и все однозначно говорили, что ваша гаупахта самая жесткая. Даже, значит, у них не такая жесткая. Были офицеры хорошие, нормальные офицеры было, много таких, но были офицеры, к сожалению, и с такими садистскими наклонностями. Там, допустим, попадаешь на гаупахту, тебе сразу отбивают почки, печень, все отбивают тебе. Это первая процедура. Потом, значит, это все повторяется, вот, постоянно. И это ужасно. Знаете ли, и делали аквариум так называемый, у нас назывался он аквариум, когда, ну, это как грузовой лифт, цементный только, в полумраке таком, застрявший на какое-то время. И, значит, там фактически герметично. И, значит, делали следующее. Наливали туда 2-3 витра воды холодной на пол, значит, тебе, и туда совок хлорки. И закрывали. Это не передать. Это просто не передать. Это сразу тебя обжигает всего. Ты просто вот с такой башкой потом теряешь сознание, сразу, значит, у тебя все, короче, все обжигаешь себе. Значит, и теряешь сознание очень быстро, в принципе. Значит, когда хлором тебя травят, они смотрят специально, чтобы не до смерти было. Потом вытаскивают, вот, значит, потом могут повторить. Когда ты понимаешь, что это снова повторится, это настолько, это просто, ну, нервный срыв у тебя начинается. Вот. И после аквариума там невозможно дышать очень долго. Просто невозможно дышать. И меня посадили в последний раз как раз сразу после аквариума. Это просто было страшно. Я дышал в хвором и терял сознание, и тебя не вытаскивали. Приходил в себя и снова держался за счет. И в холоде, полтора месяца на холоде, фактически при нулевой температуре, в одном ХБ, никакой мебели нет абсолютно. Единственный способ разогреться, это отжимание, приседание. Ты не ешь полтора месяца фактически ничего. Почему? Карцер. Не дают ничего, только лишь в конце могут тебе что-то дать на миске. И по укружке самое страшное еще не было пить ничего. По укружке такой жижи, знаете, как в баке море, ну, нормальный у человека в нормальных условиях стошнит с такой жижи. Но там даже это пьешь, потому что хочется, чтобы хоть что-то попить. Лежешь этот цемент, чтобы хоть немного влаги было на языке. Ну, и много другого могу описать, но не хочется, не совсем кошерные вещи рассказывать. Вот, не шапать, не совсем. Ну, ладно, я скажу, что это было серьезным таким очень видом, если вы знаете, подальше. И о многих вещах до сих пор, хотя уже столько лет прошло, до сих пор мне трудно рассказывать даже, честно говоря, о многих вещах. Вот, и, но, да, ребята ломались, многие там, очень жестко относились там, конечно. Но в 30-ти градусный мороз, допустим, там, потом, когда выводили, значит, ниже 30-ти градусов, на боссу ногу в Кирзачах и держали, ну, минимум час на улице, на плацу. Ну, там, классно, как дворик, где галквафта была. Один раз меня выгоняли, ну, не тот раз, последний раз, когда полтора месяца сидел безвылазно, а до того еще кто сидел. Придержали час, потом придержали два часа, последний раз держали почти всю ночь. Как я выжил, я не знаю, честно говоря. Когда заходил обратно, то у меня ноги просто были как каменные, я их не чувствовал совершенно. Вот, на боссу ногу в Кирзачах выйти, значит, ниже 30-ти градусов мороза. Вот, ты идешь, и ты уже не чувствуешь себя, уже просто ходишь, уже понимаешь, что ноги уже не твои, уже совсем. Вот, как я оттаял, я потом, значит, потерял чувствительность в ногах совершенно, они отнялись просто-напросто. Просто сидел на цементе, и все, я их не чувствовал, ноги. А потом все вернулось. Много было других вещей еще более страшных. Но скажу, что выжил. Жил. Да, жив Господь. И жива душа моя. И знаете, что произошло? Это вот такая предыстория небольшая. И там молиться запрещали. Могли еще сутки добавить. Или просто там отбить еще раз почки, где печень. Вот, значит, но, знаете, с другой стороны, я научился некоторым вещам, которые я бы не освоил, наверное, в нормальных условиях, таких, безстрессовых таких. Безмолвному крику, безмолвной молитве. И когда ты не просто даже молишься просто безмолвно, а ты даже вопишь к Богу безмолвно совершенно, безмолвно совершенно. Это была моя молитвенная школа. Я потом это понял, спустя некоторые годы я это понял. И даже был Богу благодарен за ту школу. И потому что можно молиться по-разному. И вопить к Богу можно по-разному совсем. И в один день, когда уже весь промерз, ну, месяц уже находился в холоде, в голоде, в жажде, значит, дышал хлором. То есть, ну, для выживания очень сложные условия. Месяц прошел, сутки отчитывая, что, конечно, когда вечером новая рода в караул заступает, ты понимаешь, еще прошел был день еще. Вот. И дальше было следующее. Я позабил Богу безмолвно, безмолвно. Но это был уже вопль такой уже. Я примерно, я вспомнил вдруг историю одну. Я мало читал что-то из отцов церкви, из жития святых до армии. Но пока вот, в основном, только в Библии была у меня, до армии только в Библии была у меня. Вот. Я только в этой Библии и жил, только в словом, типа, жил. Значит, ну, пока вот полтора года у отца Иоанна Паташинского я там служил, получается, ну, как служил, так, прислуживал там, пел, читал тоже там на клиросе. Мне очень нравилось у них в храме. Вот. И знаете, уже покойный, кстати, батюшка, хороший был священник, кстати, еврей, такой, притом, ну, конкретный еврей, ярко выраженный еврей, вот, православный, такой, до мозга гостей православный, очень интересная судьба. Вот. И я, значит, скажу, что он вопил к Богу примерно так. Я вспоминал рассказ Георгия Победоносца, Юрия, да, вот, и это был офицер римский, которого веровал, и которого за веру подвергли репрессиям. И там описание было такое, вспомнил я, что его однажды избили, очень жестоко избили, и бросили в каземат, думали, до утра не доживет. А если доживет, то утром должна была быть казнь. Вот. И как хорошее было удивление этих легионеров римских, когда они открыли каземат, они увидели живого, целого, здорового Георгия. Этого офицера, совершенно здорового, без следов, побоев там и прочее. И когда они недоумевали, что произошло вообще за ночь-то это, этот Георгий ему объясняет, что он христианин, и к нему в камеру туда пришел Христос и его полностью исцелил. И эти офицеры, эти солдаты, эти легионеры, они понимали, что за этой их подголовки не погладят вообще, их казнят за это. Но они обратились, они кричали, что велик Бог христианский, они прославляли Бога, Христа Иисуса, и их казнили, этих солдат, в тот день. Вот, представляете, насколько совершенная любовь изгоняет всякий страх, даже страх перед смертью. И вот те солдаты не понимали, что из-за этого могут казнить, скорее всего казнят, их казнили. Но они, видя вот это чудо, соприкоснулись с божественным. И вот этот эпизод, когда он вдруг вспомнился, что я перечитывал тогда из жития святых этих, и я возобил просто безмолвно, пред Богом просто, я был изможден уже, честно говоря. И возобил так примерно, что Христос, я же христианин, говорю, ну вот, кому мне еще прощаться? Христос, я просил помощи. Правда, я не думал, что она будет вот такой, какой она была. Я думал, ну просто какое-то подкрепление, там, не знаю, нуждался в этом, в исцелении, харакал уже кровью, вот, значит, и, значит, понимал, что это ненормально, когда харакаешь кровью. Вот, значит, и, понимаете ли, значит, просто возобил к Богу. И в этот момент, представляете, я не убедение. Первая мысль была, наверное, с ума сошел. Потому что, представьте, месяц я в полумраке, только лишь раз в сутки, вечером, когда открывается, там, значит, коридор, значит, свет, я вижу, значит, что, ну, и он режет свет, и режет свет электрический, да, с коридора он режет глаза тебе. Чем дальше, тем больше. А здесь, представляете, я, значит, вижу яркий свет, но он совершенно не режет мои глаза. Даже больше того, когда все закончилось, это видение, у меня даже никакие зайчики перед глазами не бегали, я не был ослеплен, хотя опять полумрак наступил после этого. Но стена передо мной, она, ну, ее как будто бы не стало, как будто бы ее не было уже. Вместо этой стены я вижу яркий свет. Яркий-яркий, но самое интересное, глаза не резаны, я даже не щурился совершенно. И как художника меня это очень сильно впечатлило. Знаете, я всегда любил, я пейзаж люблю очень, и всегда любил игру света и тени. Но этот свет меня поразил, знаете, чем, как художника? Он не оставлял полутонов теней, он насквозь проходил и не оставлял вот ничего этого, вот, то, что можно было назвать полутоном даже. И он был теплым. Я месяц, я уже весь хронический просто промерз, а здесь я согрелся. Этот свет меня согрел, да, притом так согрел, что я еще там две недели оставался в этом канцере, и я не остывал. Не остывал ни днем, ни ночью, я был теплым. И не температурная, ну, не болезненная температура такая, да, а это было именно согревание. Я был теплым, даже когда туда освобождался, я был теплым, не остывшим. Больше того, этот свет, он меня, знаете ли, вот накормил как будто бы, напоил. То есть я не хотел пить, есть, не потому что привык не пить, не есть, нет, это совсем другая история. Мое тело чувствовало себя довольным, как будто бы я хорошо поел, попил. Вот сегодня мы с Рэбэ, там, хорошо пообедали, значит, да, значит, у вас есть гордышко вкусно готовят, да. Вот, мне понравилось очень, спасибо огромное и сестрам, что было все. И борщик замечательный был, значит, да, значит, там, и голубчики вообще. Ну, это, такие смокологи, мы не подорвались. Да, да, значит, и, знаете, вот, но мое тело было тогда, вот, как будто бы оно было довольно наевшись, напившись, отдохнувшись, выспавшись, не хотелось спать. И 24 часа в сутки, 7 дней в неделю после этого я, 2 недели подряд, я просто улыбался. Вот, просто улыбался. Когда я туда забождался, я не только был теплым, у меня вот эти мышцы даже маленько болели, потому что я, знаете, какой плент. Улыбался. Нет, ну раз в сутки я пытался сделать серьезную физиономию, серьезное лицо. Когда я понимал, что там сейчас открывают одну камеру, другую, что сейчас ко мне зайдут, думают, подумают еще что. Поэтому я пытался сделать серьезное лицо, но, видимо, у меня плохо бы получалось играть в серьезного человека. Вот, и захотел офицер, а я пытался сделать серьезное лицо, и второй я себя еле сдерживал, чтобы мне вот не кинуться, не обнять. Хотелось обнять, чтобы они тоже почувствовали это. Но они, видимо, и так чувствовали. И уже заходили, как они, как будто в офис заходили, в госсу. Так интересно. Ситуация вообще резко поменялась вообще. Даже мой доклад не выслушивали. А, Журавлев, что, у тебя здесь постоянка, что ли, значит? И уходили, уходили, быстро уходили. Вот это, да, думаю, ну ладно. И они уходили, я снова расслаблялся, я снова улыбался. Да, да. Но что же я видел, кроме света, этого яркого света? В этом свете был еще свет. Хотя более светлого света нельзя было себе представить мне, честно говоря. Ну, я не думал, что может было еще что-то ярче быть. А, кажется, может быть. В этом свете еще ярче был свет, и это был Иисус. Знаете, я там не гадал, а кто бы это мог быть вообще. В том духовном измерении, там информация совсем по-другому распространяется вообще. Абсолютно. Помните, да, когда Иисус на горе преображения с учениками, да? Они с просонок, все втроем, и они не гадали, а кто же это с Иисусом? Может быть тот, может тот. Они все втроем знали. Это тот, это тот. Там все сразу знаешь вообще. Как облупленные все в этом мире. В этом физическом может скрываться, как-то и прочее. Там бесполезно. И знаете, друзья, что произошло? Он, Иисус, я видел разные картины, иконы. Сам немного писал, даже рисовал что-то, пытался. Но вот такого счастливого, довольного, знаете, как говорят, довольный, как паровоз. Вот довольный, счастливый, улыбающийся такой, что вообще это не передать. И он идет, и вроде как обняться хочет. Вот так вот руки. Идет ко мне, и... А у меня внутренности, чем ближе приближается он, у меня внутренности как будто бы вот их, не знаю, кипятят. Прямо на паровой бане как будто бы они там. И когда он был близко уже совсем, вот, как можно сказать, ну, до первого, второго ряда уже, и в этот момент прекратилось это видение. Больше ничего не видел я. Все, я перестал его видеть. Но потом я уже подумал, что если бы еще секундочку продолжилось бы это, я бы уже в теле не мог бы остаться просто. Я бы просто кинулся бы к нему в объятии, все. Да, и сегодня бы уже в облаке свидетелей там Барду махал дожечкой. Вместе с Рэбой, но другими, на небесах. Да, и знаете, друзья, удивительно, что я однажды рассказывал эту историю курсантам военного училища. Здесь, ну, в Киеве, в смысле, в Украине. И там это были курсанты будущие военные врачи. И после вот этого свидетельства ко мне подошел полковник, преподаватель их, он врач-психиатр, и мы долго общались. И ребята слушали это общение. Очень интересно. Тот офицер сказал так, что, да, конечно, то, что вы рассказали, это ужасно, и я могу назвать тоже похожий случай, это было ужасно. Но, говорит, его мнение, как врача, что, скорее всего, вы видели галлюцинацию, потому что месяц дышали флором, были в холоде, в голоде, в жажде. Все условия для хорошей галлюцинации, как раз. Вот, и я сказал ему, там, товарищ или господин, не помню, как я назвал его, полковник, говорю, вот, при всем уважении к вам, как вот, к медику, к врачу, да, но это не была галлюцинация. Потому что галлюцинация, говорю, она касается только психику, да, души человека самого. Она не касается окружающих, она не касается, вот, других людей. И она не меняет обстоятельства галлюцинации, а ведение, оно меняет обстоятельства само и влияет на окружающий мир. И я рассказал дальше, там, просто, когда с курсантами, вот, был там, ну, в их зале, на сцене, там, там не было просто времени много, там дали небольшое время, и я, как бы, коротко рассказывал, без продолжения. А вот, когда было общение уже, то я уже дальше рассказал и тому полковнику, и курсантам, рассказал продолжение этой истории. Говорю, знаете, что произошло дальше? А было следующее, что вот две недели оставалось еще там, я был в этом канцере, но я был довольный, теплый, все, значит, как бы, сытый, значит, выспавшийся, я не знаю, счастливый. Но иногда мысли, ну, дьявол пытался своих пять копеек вставить каких-то, вот, мысли какие-то приходили, но они быстро отскакивали, моментально. Знаете ли, то есть, дьявол не получалось даже вставить хоть что-нибудь от своего-то. Вот, знаете ли, мысль такая пришла, допустим, приходила, а что если сейчас вот дисбат, ты вот радуешься сейчас, тебе хорошо, вот, вот дисбат будет, вот, это будет ад настоящий для тебя, и дебили ногами вперед, и тебя там побьют, повесят, и все, значит, там, испишут. И у меня сразу мысль, и слава Богу, как дьявол в шоке был, как, а у меня мысль сразу, слава Богу, рикошет он прям. Знаете, знаете как, вот, значит, что, думаю, если вот с таким Господом, с таким Иисусом Христом, если даже у вас тебя правят, там будет рай. Знаете, это было потрясающе. В Петропавловской крепости один брат, евангельский верующий, сидевший за веру там, ну, еще при царе батюшке, еще там в конце 19 века дело было, написал стихотворение, и там на Казимате он написал следующее, там, я не помню всего стихотворения, но там слова такие, вот эти слова я запомнил на всю жизнь, думаю. Слова такие, что со Христом и в тюрьме мы свободны, без Христа и на воле тюрьма. Вот, со Христом и в тюрьме мы свободны, без Христа и на воле тюрьма. Вот эти слова я когда прочитал, помню первый раз, я просто ахнул, вот действительно это так. Со Христом свободны, без Христа не свободны. Везде тюрьма. Братья и сестры. И что произошло? Я фактически не увольнялся из армии, освобождался. Вот. Да. Один из таких случаев, да. Пришел в расположение роты, на дубочке там, кто вы, дедушка. Я как из окружения вышел. Грязно весь, обросший. Помылся за полтора месяца. Пошел в столовую. Кстати, полтора месяца не ел фактически. А это пришел, поел хорошо. Да еще там, еще там взял там это солдатский бутерброд такой, да, хороший. Батон вот так вот надрезал. Туда масло, сахар, много чая. И, короче, весь этот... Как бы девчата, помните, да, где она ела, значит, да, значит, да, пол было. А это целый батон. И это был как десерт у меня. Вообще все умяло еще. Вот, значит, и первый, второй, и чаю этого много. Значит, и никакого запорта кишева не было. И вообще ничего. Как будто бы все нормально. Я ел всегда. Давайте вообще. Вот это да. Это я потом собрался, потому что не надо было сразу, сколько много есть. А там закусы, лафа вообще. Как белый человек, сижу за столом, один в столовке и ем все это. Красота. А что дальше, не знаю. В дисбат, а в дисбат, значит, как бы надо хоть поесть. Снова возвращаюсь, сам иду, значит, в роту. А там больше полрота, вообще незнакомые ребята, значит, молодежь все пришли. И один там из окружения вышедший. Да, значит, а что делать? Звонил со штаба полка. Меня вызывают. Ну, я пошел, как бы, в неизвестность. А мне там вручают документы. Иди-ка ты на все четыре стороны. Вот это, да. Дэкопромы проводили под белой ручкой, а там гуляй, Вася. Я больше не оглядывался. Знаете, вот как. Вы тут сосед. Помню, жену, жену, вот, я даже, я даже не обворачивался вообще. Вот там крест, как говорится. Я шел с ними и все. Оно мне надо было. Я еще боялся, что, вы скажете, там, остановись, перепутали, короче. Типа возвращайся. Поэтому, я, в общем, только меня и видели там. Вот, значит, и, представляете, прошли некоторые годы, и я узнал продолжение. Я об этом даже, ну, не то, что забыл, но не думал об этом. Не думал об этом происшествии. И в конце 91-го года в Рязани служил в Борисогребском соборе с священником молодым там. И часто в Москву ездил там электричкой. И однажды напротив меня сел мужчина. Он сам подсел, он меня внимательно смотрит. И говорит, Сережа, Журавлев. А я в Рязани был. Я, в принципе, демонстративно не снимал Рязани. Хотя в советском время было еще. Вот, значит, но мне было интересно, как коммунисты шарахаются. Вот, по-своему, там, чертыхаются своих святых, вспоминают там. Маркса с Энгельсом. И их великий братец. А мне было интересно. Вот. Вот. И, знаете, значит, да, значит, я, значит, ладно, хорошо, не проблема. Вот. И, находит меня этот человек, ну, с бородкой такой, такой легкой бородкой. А я не могу узнать его. А он особист, у него предпамять хорошая. А кто вы? Назвался. Я говорю, ну, прапорщик. Секретной части полка. Курс за выстрел. Да вы что? Товарищ прапорщик. Товарищ прапорщик. Оказывается, он уже уволился тогда. Уже несколько месяцев было уже в дне армии. Больше того, он пошел по церковному пути. Стал дьяконом в Москве там. Вот это да, думаю, товарищ прапорщик. Товарищ прапорщик. Вот тебе особист. Вот это да, думаю. И не то, чтобы он там безбыло пролез в вода. Не-не, он действительно, вот он покаялся, значит, он объяснял, что вот он реально принял решение такое. И самое интересное, он рассказал вот такую вещь, что он, значит, понимаете, вот тот случай, который был, противостояние такого, да, меня и родного. Ну, там не просто так, там офицеры многие понимали, что здесь, ну, духовное противостояние, серьезное такое. Значит, и вот то, что произошло, это очень сильно повлияло на многих, там, говорит. Вот, ну, и на него, в частности, на его решение уйти из армии со всеми, распрощаться и пойти по церковной стезе даже. Аллоуэр. Вот так вот. Ну, не сразу, но вскоре он пошел по церковной стезе. И, знаете, а я, а он мне говорит, а ты не знаешь, что было дальше там? Я же не знаю даже вообще, что произошло там. Я объяснил, что я просто получил документы и все, и прощайте. А он говорит, так ты что, там же было такое чудо. Вот этот офицер, почему мое дело закрыли, почему, значит, вообще, что произошло вообще? Должны, чтобы они в дисбат отправились. Оказывается, этот офицер погиб, трагически погиб. Жив Господь. Жив Господь. Вот этот офицер, который хотел день перед ногами вперед мне сделать, ни связи и мобильники не помогли ему. Притом погиб настолько глупо. Не буду всем рассказывать, но даже всякие слухи ходили не очень хорошие, что вроде как помогли ему даже. Потому что, ну, слишком невероятная его была смерть. Слишком глупая для офицера. Ну, я не буду, где-то мне сейчас рассказывать, просто не хочу. Надеюсь, покаяться его еще раз дня. Я в Москве встречался с одним, лет шесть назад, семь назад уже, с одним полковником, со штаба, генштаба. Вот, и он сам такой, ну, посещает собрание баптистов, там, геморгийский, вообще посещал тогда. И, знаете, он рассказал, что он знал его отца уже на пенсии, домой уже старик, уже пережил своего сына. Тяжело, конечно, единственное, сын и вот такая глупая смерть. И он генералом армии, уголился из армии, значит, на пенсии. И вот эта трагедия подкосила его. Я говорю, ну, как полковник, как брат, давайте помолимся за него, за его покаяние и всего его рода, всей его семьи покаяние. И когда мне тот прапорщик бывший рассказывал вот эту всю историю, знаете, я очень четко понял. Несколько вещей сразу в голове пронеслось. Первое, что касающийся вас, касается зеницы, око его. Вот, знаете, когда будет верующим, разные ситуации бывают, конечно, очень разные бывают ситуации. Бывают пурим, бывают, как бы, он и не свершается, как бы, пурим. Не знаем, тайна, вообще, тайна. Вот, на пурим я обычно тоже распространяю не только о пуримах совершившихся, но и о пуримах несовершившихся, которые должны были бы совершиться, но не свершились. Почему, я не знаю. Вечности будут все эти ответы. Но я знаю одно, что пурим – это богочеловеческий процесс и человеко-божеский процесс. Где Бог и человек, человек и Бог. Я не знаю, что было бы, если бы не... Ну, ладно. И вот, и еще я понял одну вещь такую, когда он мне рассказывал, прям еще, еще говорил мне, а у меня в голове сразу пронесло второе мнение. Второе, что как важно благоставлять врагов, гонителей, как важно молиться за них. Я вспоминал, я не мог вспомнить, что я молился за него так вот конкретно, четко. Нет, ну, в целом, да, много прощал, как мог, но не было у меня понимания такого, практически у меня не было такого, чтобы молиться за гонителей, за обидчиков. Не было такого. Но с того момента я понял, что это очень важно. Если верующий он... Вчера я помню, я говорил, кто был вчера, про огурцы, пример, да? Баптизу. Очень хороший, баптизу, да? Если верующий еще малосол, как бы, да, он лишь на шкурке чуть просолился, Бог в него чуть-чуть проник еще, да, а он чуть-чуть Бога, то в таких случаях для гонителей еще, как бы, с рук часто сходят их вещи, гонения, да? Но если я так замечал из истории тоже очень много примеров. Если ты много погружаешься в него, а он в тебя погружается, да, и тем более, если имеешь печать уже эту, и познал Господь своих, это отдельная тема. Прям проповеди просто, ну, очень серьезная вещь. Не всех нас знает так Бог, как хотелось бы. И познал Господь своих печать, которые человек получает свыше. Свыше. Это братья и сестры. Поэтому жизненно важно погружаться в него, а он погружается в нас. Мы познаем его, он познает нас. Не то, чтобы он не знал нас, он всех нас, как облупленных, знает. Но процесс познания, это потрясающий процесс. Удивительный. Узнавание друг друга. Он узнает нас, мы узнаем его. И если этот момент произошел, или происходит просох, это внутрь нас, ссори есть его, то тогда действительно неизбежно просто получается, касающийся вас, касается зеницы, ока его. Его больного нерва, оголенного нерва. И это даже как автоматом происходит просто реакция защитная, да. Просто человек, он действительно с огнем играет в таком случае, дамы и господа. Я про одного японца прочитал, а потом видел там показы, дискабельная программа, такую интересную. Старика показали. Там несколько эпизодов показали, переживших людей, переживших Хиросиму Нагасаки. Вот эти бомбардировки страшные. Ужас. То есть, когда ядерное оружие на мирные города были заброшены. Ужасное преступление. И знаете, и показали выживших, которые прожили большую жизнь. Один из этих стариков, старых японцев, я не помню сколько, но не только 100 ему было, или около того. То есть, представьте, да, у него интервью брали. Когда произошла эта бомбардировка, он был недалеко от эпицентра. Он был пацаном. И у них было, оказывается, такое развлечение, соревнование у ребят. Они в воду ныряли, да, и на глубину достигали дна, что-то там собирали. И у них было, как бы, соревнование. Кто больше может находиться там под водой. И, ну, он часто был победителем. Представьте, его величество случай, опять-таки, да. Это его величество, Господь Бог. Этот парень, вот, яркий, солнечный день. Пацаны, он ныряет глубоко, задерживает их, понимая, сейчас он должен стать чемпионом. И он понимает, что все, ему нужно всплывать. Но когда он начинает всплывать, он начинает обгорать, в кипятке. Он всплывать весь в ожогах, выскакивает оттуда. И его удивление. Вместо ребят остались только одни тени. Те, которые на берегу были, которых он должен был победить, остались тени. Он был в таком стрессе, шоке. Потом многие годы с ним занимались еще, потому что ему было трудно вообще, ну, вернуться в нормальную жизнь. После того, что он пережил там. Он шел, с него даже, он рассказывал так, что он шел по раскаленной прям этой вот части. И у него, прям, аж слезала кожа с плоти. Страшная вещь. Но он выжил. Его лечили потом, американцы лечили. Вот там терапия такая была, дорогая, все. И в Господеле, в американском, потом спустя там годом он еще восстанавливался. Операции делали всякие. Вот, но человек прожил там, ну, лет сто, наверное, там, ну, так уже старый человек был. Значит, рассказывал такие вещи. Интересно. Это вот программа есть, современная программа. Интересно так посмотреть. И что интересно, значит, что эти молодые люди тогда соревнующиеся, потом объяснили, что этот молодой человек, он прыгнул туда, значит, и вот толща воды спасла его от этого, от этого смерти. И, знаете, я так понимаю, что когда верующий человек, он ныряет глубоко в Бога, да, и там пребывает в нем, то даже если какой-то удар произошел прямо, и ты в эпицентре этого удара, поток щебады будешь безопасен. Но, как в той песне поется там, да? Океан Божьей любви, нет начала в нем и нет конца. Океан Божьей любви, безусловной любви отца. Но мы, погружаясь в него, привлекаем другую природу совсем. Это похоже на фантастический фильм, по-моему, про Эхтиандры, да? Вот, когда он мог дышать только лишить атмосферы, а потом сделай операцию, и он уже не способен был этой атмосферы дышать уже. Он в другой среде уже стал, нашел себя. Другая сущность у него. Когда происходит вот это богопознание, Бог познает нас, и мы познаем его, какая-то происходит такая удивительная вещь, что мы уже не способны, духовно перерождаясь, не способны уже прежде дышать, и не можем, мы задыхаемся там просто. Нам нужна новая атмосфера, совсем другая среда, обитание, и мы погружаемся, и мы уже там уже можем жить только лишь. Все, в нем только лишь можем жить. И действительно, это так, дамы и господа, братья и сестры. Это да, так оно и есть. Да, друзья, я извиняюсь, что затянул ваше время, но в этом свидетельстве скажу, что действительно свет истинный, он есть. Это сам Христос, сам Машир. Свет его сегодня здесь. Свет его в нас верующих. Свет его... Я лишь один раз в жизни этот свет видел. Второй раз было видение, но это было совсем... Это уже в Киеве было спустя многие годы. Это было совсем при других обстоятельствах было и по другому поводу. Но в тот раз, видев свет, прошло уже много лет, но, знаете ли, за этих 30 лет я скажу, что... Всякое было, но понимание еще больше, глубокое более понимание. Аж того, что тайна величайшая как раз именно в этом, что Христос в нас. Упование славы. Братья, сестры, когда мы принимаем Христа верою, позволяем Ему еще больше и больше погружаться в нас. И мы в Него. Пусть Бог благословит нас. Пусть Его воля свершится. Пусть божественный пурим произойдет в наших судьбах, в наших семьях, общинах, церквях, в Израиле, во всем мире. Потому что метают в жребии о нас, о наших странах, о народах. Враг метает в жребии свой. И у него лишь одно выпадает. Украсть, убить и погубить. Но жребий Божий – это жизнь и жизнь с избытком. И великое чудо, когда жребий Божий свершается в наших судьбах. А жребий врага просто не спровергается вообще. Помолимся, друзья. Благословен Господь, Бог наш, Царь Вселенной. Благословен Бог наш. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok